Приветствую вас, друзья! Под моими публикациями и роликами многие часто пишут «Говори на кыргызском» или «Говори на казахском». Я уже молчу про другие националистические выпады в мою сторону. Что я хочу отметить? Первое. Если я буду говорить на моем родном кыргызском языке, тогда меня не поймут таджики, туркмены, русские, молдаване, грузины и многие другие народы, для которых русский язык остался языком межнационального общения. Ведь я пишу не только для кыргызов. Почитайте комментарии и увидите, что мои публикации и ролики читают и смотрят не только в Кыргызстане, но и в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, России, Германии, Молдове, Белоруссии, Греции, Болгарии, Прибалтике, Грузии. Даже из Канады и США есть поддержка. Украинцы смотрят и читают, но пишут только на украинском. Видимо, на русском им запрещают. А я мову, к сожалению, не очень хорошо понимаю, поэтому большинство комментариев мне недоступны и ответить на них полноценно я не могу. К чему это я говорю? Я хочу вам еще раз напомнить библейскую историю, когда люди хотели построить Великую Вавилонскую башню, но создатель смешал языки и люди перестали друг друга понимать. Стройка остановилась и башня так и не была построена. А теперь просто представьте себе, СССР объединил народы под единой идеологией, поставил единую цель, дал общий язык и стал второй в мире по силе и экономике державой после США. Но, как мы знаем, США сделали с первой в мире экономикой, потому что создали мошенническую долларовую мировую экономическую систему. А СССР в эту систему не пошел. Он просто создал свою, более перспективную и более эффективную экономическую систему, которая и позволила без мошенничества подняться на высокий экономический уровень. Доказательством тому является победа в Великой Отечественной войне, которая потребовала не только сильнейшего напряжения всех ресурсов, но война еще и стала серьезным испытанием для нового типа экономики. И это испытание экономика СССР с честью выдержала. А теперь давайте разберемся, кто разжигает в бывших странах межнациональную рознь, кто ведет русофобскую политику и формирует антироссийские ненавистнические настроения в наших странах. Ответ очевиден. Это западные СМИ, финансируемые США и различные их фонды, которые печатали учебники, по которым училась и до сих пор учится наша молодежь. А зачем они это делают? Зачем им нужно, чтобы все бывшие советские республики хором ненавидели Россию? Ответ прост. Финансовые элиты США льют грязь на Сталина, на СССР, на современную Россию с одной и единственной целью. Не дать нам возможность объединиться и повторить экономические успехи СССР. Прикол в том, что Европе объединиться можно, а нам нельзя. А чтобы мы друг друга не понимали, нам, как в той библейской истории, сознательно мешают языки, заставляя закрываться в своих национальных квартирках и мешая развивать добрососедские взаимовыгодные связи. Вывод очевиден. Нам нужно не поддаваться негативному влиянию заинтересованных внешних сил, а всемирно развивать наши отношения и стремиться к объединению. Ибо умные объединяются, а только дураки разъединяются. И только русский язык, который у нас у всех уже есть, является тем цементом, который скрепит наши дружеские, добрососедские и, главное, взаимовыгодные связи. А впрочем, правда у каждого своя. Вот только истина на всех одна. Давайте искать ее вместе. Кто согласен со мной, поделитесь этим видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. С вами был я, Нур Исмаил.